Классное тесто, мне прям нравится. Минуты, вы смотрите сами. Манты получились воздушными, легкие. Всех приветствую, всем здравствуйте. Ассалам алейкум, уважаемые зрители моего YouTube канала. Сегодня мы приготовим дрожжевые манты. Это одно из самых моих любимых блюд. Итак, что нам понадобится для теста? Это, конечно же, высший сорт муки, одно яйцо и, собственно, теплая вода. Значит, я предварительно сделал уже такую небольшую опару. Мы активировали дрожжи с помощью теплой воды. Добавили немного разрыхлителя. Все это дело закрыли пленкой и убрали примерно на 15 минут. Значит, делаем небольшое углубление. Разбиваем одно яйцо. Добавляем небольшое количество соли. Теперь добавляем нашу опару. Видите, все остается. Со стеночек нужно будет все тщательно снять. Обязательно условия, чтобы вода была теплая. Не горячая и не холодная теплая вода. Добавляем большую часть воды и убираем в сторонку. Тем временем замешиваем наше тесто. Значит, техника приготовления теста, в принципе, похожа на технику приготовления лагмана. Да? То есть тут тоже все нужно будет тщательно размешать. Никуда не торопимся. 15-20 минут мы замешиваем тесто. Тесто должно получиться не тугое и не мягкое. Должен быть баланс. Не нужно ориентироваться исключительно на граммовки, потому что каждый сорт муки по-своему впитывает воду. Нужно в первую очередь на ощупь, да? Должно быть понимание структуры теста, да? Поэтому, если вам кажется, что воды мало, вы всегда на любом этапе можете добавить небольшое количество воды, чтобы не потерять этот баланс. Окей? Вот такими, друзья, движениями мы доводим тесто до идеала. Классное тесто, мне понравится. Чувствую, сегодня манты будут просто шикарные. Значит, если на лагман мы собираем тесто в конверт, то дрожжевое тесто мы собираем в клубок. Но есть один нюанс, друзья. Следите за тестом, чтобы оно не убежало, как в сказке Колобов, да? Поэтому, друзья, накрываем тесто чашкой, убираем где-то на полтора часа в тёплое место. Дварительно смажу небольшим количеством растительного масла. Итак, друзья, что касается начинки, я, значит, взял говядину, мелко её порубил, небольшое количество репчатого лука и, собственно, джусай. Чёрный молотый перец, немного соли, немного сахара. Добавил также немного зиры. Мне зира нравится, поэтому я добавил небольшое количество. Вот, также добавил холодной воды и немного растительного масла. Но в целом начинка может быть абсолютно разная. Может быть из говядины, может быть из курицы, может быть с картошкой, овощные, короче, вариаций, просто туча. Лично в моём понимании, в моих, как бы говорится, воспоминаниях, для меня дрожжевые манты, это когда всё-таки есть говядина, джусай, ну и максимум репчатый лук, поэтому вот так. Потихоньку начинаем работать с тестом. Давай. Смотрите, какое тесто. Просто невероятное. Ай да, пахнет хорошо. Разрежем на побола. У нас принято вообще исторически, да, принято это всё делать руками. Раскатывать в небольшой круг ручную. Но также ничего страшного нет. Если вы возьмёте скал, сделайте сначала шар. Небольшое количество муки надавливаем с двух сторон. С точки зрения граммовки, да, это слишком большая. Но в целом, можно раскатать вот такими вот движениями. Если вам сложно даётся вот это движение, да, то есть можно рукой помогать. Давай, вот из этого, кстати, хорошо получится пигоди, да, слепите. Вот, размер для пигоди вы можете увидеть сами вот такие вот. Фарш на пигоди. Смотрите, как вот прекрасно. В зимний вечер налепить такие прекрасные пигоды. На улице будет холодно, а у нас здесь будет жарко. Вот, собственно, пигоди должны выглядеть. Вот такой вот формы. Начиная с краёв, потихоньку перемещаясь в центр. Друзья, вы посмотрите, насколько уникальная наша кухня. Здесь нам не понадобится даже скалка, да, всё можно сделать вручную. Поэтому накладываем фарш. Слегка придавили. Хочу сразу заметить, что я не мастер в лепке там дрожжевого теста, да, но знаю одну из техник. В принципе, похоже на бузы, на хинкали. Просто стягиваем по кругу. Мы дома всегда делали вот так. Стянули по кругу. И перевернули. И вот и всё. Давайте ещё один сделаем напоследок. Можно оставить вот прямо так. Всё, понимаете, да, значит, если здесь мы прячем всю вот эту косичку, шов, я не знаю, как её правильно назвать, либо оставить вот прямо в таком виде. Я, конечно, люблю, когда здесь нет никакого рисунка. Наверное, вот это всё как бы с детства, да, родители готовили вот таким способом. Поэтому мне как бы это опечатывалось. Конечно, можно заморочиться. Можно прямо приготовить дрожжевые манты в виде мант из пресного теста, да, скажем так. Делать косичку, да. Делать косичку, да. Как варить, сколько варить. Вы должны понимать, что тесто дрожжевое, поэтому красиво рисунка добиться, если идти вот так по кругу, да, красиво рисунка добиться достаточно сложно, если тесто толстое. Конечно, если взять немного меньше фарша, немного меньше теста, круг получается, ну, примерно вот такой, да, плюс-минус, вы смотрите сами. Итак, друзья, давайте мы с вами закрепим результат. Значит, последний вариант, который я могу вам предложить, как налепить болдырук манты, да, собственно. Идем, собираем косичку с двух сторон, переворачиваем, прижали один край, прижали второй край. Соединили и собираем уже косичку. Получается что-то вроде этого. Что дальше? Даем примерно 10 минут, манты слегка поднялись, и после чего мы поставим варить 15-20 минут. Из того же теста, приготовленной пигоди, манты приготовились, прошло 20 минут. Сейчас я вам покажу, что внутри у нас происходит. Ты же жил в Китае, пожалуйста. Ну да, да, это то, это то самое. Итак, друзья, давайте раскроем, наконец-таки, манты. Вах, вах, вах. Вот тесто. Чтобы вам было наглядно видно. Манты получились воздушными, легкие. Потому что бывает, когда тесто неправильно заведешь. Видите, они такие пористые, да? Когда вы открываете манты, да, тесто такое, будто бы вы взяли обычное пресное тесто, отварили на пару, да? Там будет сыровато все. Конечно. Давайте пробовать. Я люблю вот с таким соусом. Это реально вкусно, друзья. Папа, спасибо тебе большое, что все время ты научил меня делать эти манты. Просто божественное. В общем, я не могу удержаться, поэтому я буду доезжать манты. А вы поскорее поставьте палец вверх. Обязательно подпишитесь на канал, потому что в следующем видео я до вас приготовил что-то грандиозное. Всем пока. Ну что, Серега, что скажешь? Чуть огонь вообще прям. Прям мощно. Всем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok